Ставки пошли на убыль. Ставки пошли на убыль. Предпосылок для их роста почти нет. Коммерсант от 14 апреля 2019 года. 10-17. Не успели клиенты банков порадоваться тому, что в конце 2018 года ставки по вкладам уверенно пошли вверх, как тренд развернулся. Об уменьшении ставок по депозитам уже сообщили многие крупные банки. И, по мнению экспертов, во втором квартале они могут быть снижены еще. Впрочем, возможности для повышения все еще остаются. Но, как признают участники рынка, это зависит от внешнеполитических факторов, которые малопредсказуемы. В ожидании газбанков. Если осенью 2018 года практически все банки повышали процентные ставки по вкладам, в том числе и валютным, и на рынке появились предложения до 9% годовых, то сейчас наметился, пока еще осторожный, тренд на снижение доходности. За последние две недели сразу несколько банков скорректировали ставки по рублевым вкладам. Банк Открытие, Адбанк, Кредит Европа Банк, СДМ Банк. Снизили ставки по долларовым вкладам ВТБ, Альфа Банк, СМП Банк, Сбербанк, в свою очередь, досрочно прекратил прием самого дорогого вклада в своей линейке. Отдельные игроки корректируют ставки в основном из-за ожидания снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний ЦБ, объясняет управляющий по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов. Однако перейти к более активным действиям по сокращению депозитных ставок банки не могут из-за острой конкуренции на рынке за средства клиентов, которые остаются одним из основных источников фондирования. В банке возрождения рекомендуют не откладывать размещение. Во втором квартале 2019 года мы прогнозируем снижение ставок в целом по рынку. Тем не менее пока еще остаются банки, которые продолжают повышать ставки по вкладам. В большинстве своем это банки второго и третьего эшелона. Тот факт, что на рынке пока наблюдаются разнонаправленные движения, объясняется тем, что нет единогласия в политике государственных игроков, а ведь именно на них ориентируется весь сектор. Так, в конце марта Сбербанк досрочно прекратил прием самого дорогого вклада в линейке, и с того момента максимальная ставка по его вкладам не превышает 5,75% годовых. Однако другие газбанки пока не понижают ставки. Самая высокая по вкладу в рублях ВТБ – 7,7% годовых. У Росельхозбанка – 8,5%. У Газпромбанка – 7,45%. Без дополнительных опций. У банка открытия – 7,9%. Таким образом, в ближайшее время все будет зависеть от действий газбанков. Если они массово последуют примеру Сбербанка и начнут понижать ставки по депозитам, то и частные банки скорректируют доходность. Парадоксально, но сейчас разница в предложениях государственных и частных банков минимальна. Максимальная ставка на рынке в целом, согласно данным Банки.Ру, в начале апреля составляла 8,65% годовых, без дополнительных опций. Обострившаяся конкуренция. Как правило, газбанки предлагают самые низкие ставки по вкладам, не предпринимая особых усилий для привлечения клиентов. Однако в конце прошлого года ситуация поменялась. Во второй половине 2018 года на банковском рынке доминировали крайне негативные настроения, так как в условиях роста санкционных рисков приток розничных депозитов во втором полугодии 2018 года был крайне слабым, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. В результате банки поддерживали ставки на завышенном уровне. Угроза санкций, о которой говорили с середины прошлого года, больно ударила по счетам именно газбанков. Они столкнулись с серьезным оттоком клиентских средств и были вынуждены серьезно повысить ставки. В результате на рынке сложилась редкая ситуация, когда ставки газбанков стали вполне конкурентными. «Мы видим, что доля средств населения в 30 крупнейших банках существенно выросла», говорит Антон Павлов. «Если в начале 2018 года на них приходилось около 85% объема вкладов частных лиц, то в 2019 году – 90%. Это связано и с увеличением количества газбанков, и с тем, что они начали более агрессивно привлекать средства клиентов». Вторая причина обострившейся конкуренции за вклады – прогнозы по росту ставок. В этой ситуации многие банки в конце 2018 года, решив привлечь ресурс с запасом, предлагали более высокие ставки по длинным вкладам. Однако прогнозы оказались чересчур пессимистичными, и пока самые тревожные ожидания не оправдались. Валюта банкам не нужна. «Наиболее заметно снижение ставок сейчас проявляется по долларовым вкладам. Это связано с тем, что доходность долларовых активов на глобальном рынке снижается вследствие изменения политики Федеральной резервной системы США и замедления темпов роста мировой экономики», поясняет вице-президент СМП Банка Роман Цевинюк. «Изначально планировалось, что за 2019 год учетная ставка ФРС США будет повышена дважды и еще один раз в 2020 году. Однако на мартовском заседании ФРС было принято решение отказаться от повышения в этом году, что негативно отразилось на доходности по валютным инструментам», указывает Антон Павлов. «В результате сначала крупные игроки, а вслед за ними и небольшие банки стали сокращать доходность долларовых депозитов». «Таким образом, сейчас на рынке доминируют факторы, способствующие снижению ставок по вкладам, однако резкого понижения не будет», — уверены эксперты. «На текущий момент риторика ЦБ свидетельствует об осторожном восстановлении тренда на снижение ставок», — отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства Эксперт Райван Уклеин. По его мнению, в поддержку возможного снижения на 0,51% пункт ключевой ставки Банка России до конца 2019 года могут выступить растущий структурный профицит ликвидности в банковском секторе — 3,4 ТРЛН рубль и позитивная динамика курса рубля. Однако, добавляет он, нельзя сбрасывать со счетов ряд ограничителей, сохранение повышенных инфляционных ожиданий и негативный геополитический фон как в целом для развивающихся стран, так и для России в частности. Май Марлинская Продолжение следует... Продолжение следует...